Я, как и любой другой гражданин, опасаюсь. И опасался, и опасаюсь. За свою жизнь, за жизнь своих соратников, за жизнь наших активистов в регионах, безусловно. Поскольку нормальный человек не может не опасаться. У меня нет охраны. Охрана с меня была снята указом президента. Я единственный из бывших премьеров, премьер-министров, который не имеет государственной охраны. Но, тем не менее, несмотря на то, что у меня нет охраны, а в этой ситуации, если бы она была охрана, она бы мне не помогла, а работала в другую сторону, я готов исполнить любую миссию, которую от меня вы потребуете. Сейчас партия и коалиция решили, что я должен идти на выборы, возглавить список. Я согласился это сделать. И веду эту работу, она может мне не очень нравится жить в этих угрозах, стать врагом номер один. Да, сегодня никто это уже не скрывает, и все так считают, что я враг номер один. Это вопрос не удовлетворения личного самолюбия. Я уже был на самом верху, зная, что это такое. Вопрос изменения политического курса и спасения страны. Власть хочет остановить мою политическую деятельность. Всяческими угрозами. Да, как вы предполагаете, желает меня выпихнуть из страны куда-то за рубеж. А эти хунвейбины, так называемые, как называют их на роде, хулиганы, так они с плакатами такими ходят. Убирайся в Америку, убирайся в Англию, куда там хочешь убирайся. Именно эта цель и есть. Запугать и выставить меня за пределы моей родины. Продолжение следует...